Известная писательница и киносценарист Дина Рубина посетила Мурманск. Автор более 40 книг, переведенных на многие языки, лауреат литературных премий. Творчество Дины Рубиной вызывает порой полярные отклики, но никого не оставляет равнодушным. Я, знаете, вот пишу в WhatsApp каким-то своим друзьям, в Москве сейчас сидя, и пишу, завтра лечу на Кольский полуостров. И мне пишут ребята, мои друзья и родственники, боже мой, как тебя туда занесло. Дину Рубину можно без преувеличения назвать живой легендой. Визит в Мурманск она начала с пресс-конференции в научной библиотеке, где ответила на вопросы журналистов и рассказала о творчестве. Свой писательский талант она раскрыла еще в юности. Ее произведения стали печатать в журналах, а спустя некоторое время по повести «Когда же пойдет снег» были поставлены теле- и радиоспектакли, которые принесли ей известность. Позже по мотивам ее романов экранизировали несколько фильмов, роли в которых исполнили такие известные актеры, как Чулпан Хаматова и Евгений Миронов. Это профессия. Писатель обязан перевоплощаться в мужчину, в женщину, в собачку, в пчелку и кого только угодно. Понимаете, это профессия. В настоящее время Дина Рубина проживает в Израиле. Но это не мешает ей быть автором текстов для тотального диктанта, который проводят в нашей стране ежегодно. Ее поездка на Кольскую землю стала подарком к 80-летию Мурманской области для всех поклонников творчества современного прозаика. К слову, билеты на ее литературную встречу были раскуплены за один день. У каждого выступления Дины Рубиной, вот эти литературные встречи, она проводит их с какой-то невероятным артистизмом. Каждая такая встреча – это большой сюрприз для всех читателей, для всех почитателей ее таланта. И, конечно, я думаю, что все мыслящие, понимающие толк в хорошей литературе люди сегодня будут в филармонии, конечно, на ее литературной встрече. Литературная турная писательница пройдет и в отдаленных от мурманской городах Манчегорске и Лавозере. Правительство области также приобрело 29 комплектов книг с лучшими произведениями автора, которые вскоре передадут библиотеке региона.